как набрать подписчиков не допуская популярные ошибки ютуберов для тех кто на этом канале впервые меня зовут кирилл исеев и я рассказываю как снимать видео и как продвигать видео которые вы сняли поговорим о трех ошибках которые делают небольшие каналы которые в итоге мешают им расти я снимаю этот ролик потому что все чаще люди пишут под моими видео комментарии такого рода как продвигать канал почему люди не смотрят что же делать youtube быстро меняется и некоторые методы которые раньше работали спустя время могут перестать работать в том числе из-за конкуренции например поговорим о комментариях в целом это честный метод с точки зрения алгоритмов youtube а привлечь новых зрителей когда вы постите под чужими видео свои комменты с целью заинтересовать зрителей другого канала посмотреть ваши ролики кстати этим методом пользуются даже каналы у которых есть сотни тысяч и миллионы подписчиков и даже канал именно мы оставляет комменты под популярными видео но что делают большинство небольших каналов во первых они постят везде одинаковые комменты которые youtube научился распознавать и сразу отправляет их спам а во вторых комментарии обычно такие что если они не попали в спам они все равно выглядят как спам подпишитесь кому не трудно я недавно создала канал посмотри мои видео оцени мои видео ну и так далее но так не стоит делать так уже не работает если вы хотите привлечь людей через комментарии делайте их действительно интересными над которыми люди будут думать и такими чтобы захотелось вступить с вами в диалог это должен быть текст который обязательно может понравиться большому количеству зрителей которые люди будут лайкать и поднимать ваш комментарий выше других зайдите в тренды и увидите под самыми популярными роликами первые комментарии те у которых много лайков почитая их вы быстро научитесь писать нечто подобное но в своем стиле лучше всего оставлять комментарии именно под роликами в трендах или под популярными видео в вашей теме где есть много зрителей и тут есть еще одна под ошибка если на аватарке нарисовано что-то мелкое что невозможно разглядеть и название канала не вызывает прямых ассоциаций с тем о чем вы снимаете то на ваш канал вряд ли захотят перейти по комментарию очень важно чтобы название канала и аватарка были предельно понятны и интересны может быть даже интригующими и так эта ошибка номер один не стоит спамить пишите комментарии чаще но старайтесь сделать их как можно интереснее для большого количества людей ошибка номер два хаотическая загрузка роликов думаю вы видели как блогеры загораются снимают загружают много роликов а потом все реже а потом вообще начинаются перебои это неэффективная эта тема просто один в один так же как работает на телевидении вы знаете я долго работал на центральном тв так вот там есть расписание и алгоритмы ютуба настроены также они любят регулярные загрузки роликов на канал по расписанию и тут мы сталкиваемся с под проблемой пустить ролики по расписанию действительно сложно но набрать подписчиков по-другому не получится как и на тв у вас должен быть всегда запас роликов уже отснятых но не выпущенных в новостях мы назвали это консервы если у вас на этой неделе вдруг что-то случилось у вас хандрит завал по делам умер сын маминой подруги вы все равно выпустите свою консерву и не нарушите расписание поэтому начинайте с одного видео в неделю и увеличивайте количество выпусков в неделю только когда у вас будет запас из 4 5 видео консерв ошибка номер три нарушен баланс качество количества тут есть две крайности некоторым людям вообще сложно начать им нужно просто загружать ролики какими бы они ни были чтобы переступить эту неуверенность и набить руку благодаря количеству контента и не стремится быть идеальными у других есть другая крайность они уже перешли первый этап начали постить много роликов но им становится лень или они не знают как сделать свои ролики более качественными не видят свои ошибки здесь можно привести аналогию с тем как вы поднимаетесь вверх по эскалатору который все время идет вниз если вы делаете мало шагов вы спускаетесь вниз если вы делаете много шагов но не попадаете по ступеням делаете это расхлебано вы будете падать и получите травмы если вы не становитесь лучше с каждым роликом вы деградируете потому что ваши конкуренты уже убежали вперед когда зритель будет видеть что вы стараетесь тогда будут комментарии лайки итог когда у вас появилось регулярное количество обязательно переходите к качеству кстати когда ваш канал вырастет вам будет стыдно за каждый старый ролик который был снят плохо и набрал десятки тысяч просмотров за это время и удалить его будет жалко потому что это повлияет на статистику канала и смотреть на него больно тема как набрать подписчиков на youtube на самом деле огромное я буду возвращаться к ней вновь в других выпусках желаю вам много просмотров и перепостов увидимся